всем доброе утро я уже как катя хотя привет тебя насмотрелась и уже тоже машу это маньячелы ходят с утра еду на работу еду на работу это тормоз такой машине ходят ходят туда-сюда всех с праздником сегодня католицкие рездво какие-то маньячелы вот тут ходят кто с утра 7 утра шастает праздник такой в церкву треба идти и близких родных поздравлять они вот закатаются непонятно шум хотела рассказать на тех сутках я была на последних звонит мне артем говорит мама ко мне кто-то стучится в двери и говорит если ты не откроешь я тебя убью открывая то хуже будет иначе убью тебя и без таки он мне это говорит и я слышу стук в нашу дверь а боня подумала что это папа пришел и хвостом крутит такая себе довольно но потом горит насторожилась верю артем как это кто это утку я не знаю какой-то мужик свет на площадке горит короче ломился к нам домой и причем это получилось как артем пришел с улицы закрыл за собой дверь и начал разуваться короче вот такие маньячелы ходят я думаю они перепутали двери всем приятного аппетита а я на работе я не знаю что делать говорю ты сам думал он говорит да я только зашел начал разуваться еще не не вышел с коридора и он начал это ломиться то есть он практически сразу за ним зашел в подъезда то ли он перепутал дома у нас рядом два одинаковых дома то ли квартиры непонятно верю чтоб я была думать сразу или полицию вызвала я не знаю что или открыла дверь дала сковородкой по башке чтоб знал блин убийством еще угрожает вообще китай недоумки ходят мне в артем ты не боишься не я не боюсь у меня дверь закрыта все в таком духе потом я ему перезвонил говорю все нормально да мама мне не страшно я ушел в свою комнату включил компьютер и все он потом ушел я позвонила мужу в гараж он прибежал у нас гараж рядом через минуту говорит уже никого не было но это нормально вообще какие-то дебилы а я на работе меня все колды басит я не знаю что мне делать куда звонить куда бежать вообще был дурдом придурки и еще у нас подъезде уже два дня воняет какой-то херней еще будет вонять буду выяснять запах такой сразу заходишь в подъезд как будто воняет газом потом поднимаешься к себе уже домой в квартире воняет воняет так что мне вчера уже болела голова уже так нанюхалась звонила соседки сетка вышла говорит нет алёна это не газ это типа и растворитель или гуталин или красками что-то непонятное такое знаете у меня подозрение это или у кого-то ремонт ну хотя они не знаю с ремонтом никого не слышала не видела шутки то звуки там дрель или еще что-то такое ничего не не было слышно но аромат такой знаете как варят ширку наркоман вот такой запах с ацетоном в перемешку с этими ингредиентами не будем называть рецепт я знаю потому что имела место быть когда-то слышала этот аромат вот мне подозрительно у нас на площадке живут квартиранты такие стремные необщительные он здоровается она нет то ли они живут то ли не живут иногда появляются короче если я завтра приду с работы будет опять такой аромат я буду выяснять даже соседка вчера артем поднимался домой говорит там вышла бабушка ну женщина в возрасте говорит ну для артема бабушка говорит тоже спрашивала что это такое воняет воняет там девочки в квартире в каждой комнате если спальня закрыта открываешь спальню и там такой насыщенный вот этот аромат я не знаю что такое но я выяснил я вчера уже тоже выходила в подъезд потом спускалась с подъезда и прямо возле подъезда этот запах есть стрёмно непонятно но в нашем подъезде никто не будет ничего варить я это не допущу у меня маленький ребенок растет мальчик мне это не надо хрена если варят какую-то херню запах ацетона с газом растворителем они туда и растворитель могут добавлять короче буду выяснять так это не оставлю короче говоря приехала сегодня пораньше костюм гладила утюжила тот розовый отвезла домой одела вот этот лада седан баклажан вот так что вот такие дела маньяки ломятся у нас такое никогда не было чтобы кто-то вот так вот ломился кто-то перепутал или с домами рядом или квартиры будем что-то делать ушла я работаю тонкие бульки доброе утро я уже чухаю домой не еще одно дежурство в этом году и все течу на воркутю будем начинать новый год надо было шапку одевать что-то я не подумала прохладно ветерок такой хороший зимний короче говоря папа попросил меня собрать ему посылочку для его племянница хочет с новым годом поздравить и говорится бери меня что-нибудь такое искусное таки да смотрите что и положу это такое жидкое мыло иван сенсенс сенс до 250 миллилитров здесь такой свеженький аромат зен называется как такую туалетную водичку я не знаю предпочтение племянницы на думаю должно понравиться если не понравится у нее есть две дочки она передарит девочкам своим вот такой гель для душа здесь 400 миллилитров с маслом кокоса ароматный такой гель дальше положу и крем для пяточек 150 миллилитров ночной крем для ног с экстрактом лаванды кстати очень классный баня шо там кости падают хорошо увлажняет и ножки и много хороших отзывов на этот крем я еще сама таким не пользовалась ну как всегда сапожник без сапог так и дальше положу еще и в посылочку 200 миллилитров кедр апельсин гель для душа ты в раше вот такой это крем для рук 30 миллилитров новогодний такой дизайн маленькая такая штучка так это у нас банановый от эванке с ароматом банана масло для тела для всех типов кожи тоже заказывали уже несколько раз у меня девчонки и хорошие отзывы на это масло баттер баттер для тела оно такое насыщенное для мужа я вот уже тут написала для мужа духи чтобы она не подумала может что это для нее x-series до фиолетовые мне нравится этот аромат на свой вкус так эванке это увлажнение алоэ с огурцом для всех типов кожи крем для лица такой бюджетный вариант но довольно таки неплохой крем у ничего особенно не делает но хорошо увлажняет кожу быстро впитывается и легко так это у нас и в раше крем для рук органия и роза тоже клёвый я уже себе один такой распечатала ношу его в рюкзаке бывает бежишь на работу руки кремом не помазал я прямо в автобусе это дело на грязные руки и вот такое мылка это у нас далан турецкое мыло натуральное на оливковом масле так она и называется оливковое мыло 170 грамм но так как это натуральный продукт смотрите видите в коробочке он уже я сразу и вот за выставляю он усыхает здесь уже не 170 где-то грамм 150 это нормально для для мыла которая сделана сварена с нуля то есть масла и щелочь без всяких отдушек пахнет очень классно такой свежий аромат чем-то напоминает гель для душа ты в раше кедр и апельсин вот вот это мыло им кстати тоже можно мыть как руки тела так и волосы да вот этим мылом вот такой уже приготовила коробочку вот на ты в раше сейчас сложу завтра докуплю или шоколадки или какие-то сладости конфетки и я думаю будет приятно получить такой подарочек от нашего дедушки да и наверно вот это вот чаю хуёшу тоже туда запихаем боня поедешь новогодний не надо слизывать вот все надо полизать да пришла помощница вот такие будут новогодний подарочек что вкусная коробочка коробочка вкусная а банита александровна что-то там вы не ховы ищешь чухаешься что блохи есть чешу бонька смотрите какая коробка ко мне сегодня приехала я была в таком легком шокере но уже покажу вам следующем видео снимем распаковку и расскажу от кого представлять это такой бандеролька подарочек новому году от подружки там расскажу потом пол стола заняла муж получал да так что вот такие у нас дела все всем спасибо всем пока до новых встреч в эфире на распаковке посылочки спасибо спасибо Продолжение следует...